Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что внешний способ помощи в жизни своей является ключевым. Многие люди не уделяют большого значения в своей жизни тому, с чем соприкасаются их уши. Они слушают всякие радио, всякие телевизоры, а когда уши вместе с глазами, тогда это вообще привет. И ум, и разум одновременно соприкасаются. Глаза — это ум. А ум означает, что такое ум? Ум — это зараза, понимаете, в нас зараза. То есть ум, к нему прилипает все самое плохое. Почему? Потому что в уме находится карма, и ум, он оправдывает свою карму всегда. Вот, допустим, он смотрит, мертвые не потеют, и как бы ему хочется смотреть, ну еще немного посмотрю, хоть невежество, но посмотрю, потому что хочется, понимаете? То есть и ум засасывает, он потому что хочет счастья, а счастье ему все равно получать, благостное, страстное или невежественное. Уму все равно, главное, чтобы счастье было. Понимаете? И только разум, он как бы может сказать что-то уму тогда, когда он еще имеет на это силы. Когда разум имеет силы, когда он соприкасается с духовным. Вот смотрите, допустим, вы здесь находитесь, сколько у нас? Три дня? Или сколько? Три-четыре? Четыре дня? И смотрите, у вас, у некоторых, начало просветляться мозгу. Что это значит? Это значит, что вы начинаете чувствовать, что я ведь не так живу. А зачем я с ним так поступил? Или поступила там? И так далее. То есть у нас раз и неожиданно в сердце, где-то в голове оценка другая происходит тех событий, которые мы совершали в жизни. Не так давно или давно. Так или нет? Это почему происходит? Потому что разум включился. Он начал бодрствовать, жить. Это происходит в духовной среде, в чистой среде. Поэтому человеку надо очистить свое существование. То есть поместить себя в такую среду, в которой бы у него разум всегда работал, мог оценивать ситуацию и принимать правильные решения. Понимаете, разум всегда работает в сравнении. Если сравнение идет из невежества, значит мы подстраиваемся под невежество. Если сравнение идет из страсти, мы подстраиваемся под страсть. Сравнение идет из благости, под страсть.